Завершу, скажем так, тестовое соревнование перед Кубкой России, завтра стартует. Что для себя в плане организации выявили, что вы протестировали, как вообще Траста показала себя, как спортсмены? Ваше ощущение, как организаторы? Ну, мне сегодняшний старт понравился. Понравился он, прежде всего, что это был один из первых стартов по сноуборду. Это первый старт в этом году в Акзакова. Конечно, мы, как любой первый старт, тревожимся. Вроде все готово, но вдруг что-то не сработает. Все сработало, все хорошо. Трасса на редкость была в великолепном состоянии, прямо скажем. Дальше даже не было необходимости переставлять ее на финальные заезды. Поэтому можно сказать, что более чем успешно прошли эти соревнования. И я думаю, что многим спортсменам очень важно было попробовать этот слон с организаторами. Это уже официальный и серьезный старт. Второй этап кубка России по сноуборду. Поэтому я думаю, что все задачи и организаторы, и спортсмены свои выполнят. Отлично. Ну вот сейчас уже общался с лидерами команды Челябинской области, с Максимовым, там еще с ребятами. Они говорят, что впервые в этом регионе, в Белорусском районе, будут как бы два этапа. Это вот в Абзаковой и на Мраткино. Вот сравниваете ли вы вот эти два центра и трассы? Может быть выезжали, смотрели, подсказки какие-то делали? Нет, ну естественно, мы их не сравниваем. Мы хорошо знаем друг друга, более чем хорошо и давно дружим. У нас никакой конкуренции нет, мы друг другу помогаем. И все, что от нас, если будет необходимо, от Абзакова для проведения на этапе на Мраткино, мы, естественно, во всем поможем. В этом плане никаких проблем у нас нет. Мы как единое целое рассматриваемся. Понял. И вот все-таки сейчас сноуборд, это все равно тоже, так скажем, серьезный вид спорта, но надвигается Кубок России по горным лыжам. Буквально вот сразу же по завершению по сноуборту. Как тоже готовитесь к этим стартам? Может специально что-то делаете? Естественно, мы очень серьезно готовимся к этим стартам, потому что эти старты будут проходить уже, я имею в виду, горнолыжные под эгидой ФИС, то есть Международная Федерация Горных Лыж. И там будут у нас и зарубежные спортсмены, и корейцы у нас уже давно тренируются в сборной, и еще ряд команд. Поэтому сейчас можно видеть на трассе номер 4, где будут проходить эти соревнования. Стоит много трасс, тренировки не прекращаются, фактически ни днем, ни ночью. Но, естественно, мы волнуемся за этот старт. И не просто волнуемся, а надеясь, что мы к нему готовы, и все, что необходимо, приготовили. Но хотя все равно такое легкое внутреннее напряжение, оно... Сколько бы лет мы не проводили эти старты, мы их проводим больше 20 лет, и какие бы уровни ни проводили, но расслабляться здесь нельзя. Кто занимается постановкой трассы, кто будет? Это будут специалисты? Это выбирается, постановщик трасс выбирается на Судейском. Судейская бригада, она уже много лет у нас эти соревнования проводит. Поэтому есть надежда, что они пройдут так, как мы и ожидаем. Ну все, отлично, большой инфейл. Продолжение следует...